Коллеги, я вас приветствую. Меня зовут Сергей. Вы на канале о сложном просто. Сегодня снова хочу поговорить про Commandex. Вернее Commandex фреймворк, который позволяет делать модульный монолит на DAPF с использованием VVM. В общем, это тогда плагины, подгружаются в какую-то shell, так называемую оболочку, и она их может запускать. Давайте тогда по порядку. Commandex это такой выполнитель команд, это по большому счету DAPF приложение, которое может находить в папке DLL, так называемой командой, которая может выполнять. Причем эти команды могут быть абсолютно разные, начиная от какой-то функции копирования файлов или вообще супер мини приложения, или даже очень большое приложение, которое открывается в модальном окне. Ну и суть Commandex в том, что он может представлять найденные команды в виде списка, ну а также существует вероятность и возможность создать целый MDI, так называемый фреймворк, как называется, интерфейс, мульти диалог интерфейс, ну наподобие, допустим, Visual Studio. Когда вы окошки открываете, ну вот Commandex теоретически тоже можно это делать в нем, пока он этого не умеет, но возможность такая есть. Итак, Commandex это штука, которая сейчас, как бы имеет некоторую авторизацию и аутентификацию на базе AOS 2.0, давайте поговорим про AOS 2.0. AOS 2.0 это такой industrial standard, то есть промышленный стандарт, который используется для авторизации аутентификации ресурсов пользователей, сервисов и так далее, и так далее, и так далее, там девайсы и туда вот. В общем все. Суть сводится к тому, что это ваше приложение, например, давайте говорить на конкретном, делегирует авторизацию, ну и собственно говоря, аутентификацию другому сервису, который может быть там, я не знаю, GitHub, Одноклассники, ВКонтакте, все что угодно, который вас уже знают, и вы говорите, вот у меня есть чувак, в смысле вот пришел пользователь, вот он хочет зайти, проверю, пожалуйста, ВКонтакте есть, так он, да, есть, он подтвержден, но нормально, все нормально. И ваше приложение запускает в этого пользователя основание той авторизации, то есть то, что он, допустим, ВКонтакте прописан. Так вот, АОС-2.0 это большая, достаточно спецификация, в которую включается очень много всяких разных описаний, механизмов, паттернов, подходов, принципов, ну там много чего. Вот, ну я хочу поговорить про вот эту штуку, которая называется АОС-2.0 Framework, в частности это RFC, так называемая 6749. Так вот, я в предыдущей версии видео про авторизацию я показал, опять, собственно говоря, CommandX, Shell в том числе, часть его производства, уже я сделал форму, которая может авторизовать пользователя. Для этого нужно ввести логин, пароль, я использовал BobLogin, BobParole, и, собственно говоря, вот показано, что пользователь Bob авторизован в заголовке окна, и передо мной появляются вот эти самые команды, которые можно выполнять. на выполнение самих команд, я бы не делал авторизацию, ну вот на ход в систему для того, чтобы увидеть команды, да, это уже работает. Так вот, для этой демо-версии я использовал так называемый демо-сервер. Не знаю, знаете ли вы, или не знаете, есть такая штука, называется Identity Server, она достаточно старая, наверное, не, такая взрослая, правильно так сказать. И когда-то это был бесплатный фреймворк, Identity Server версии 4, в частности, он закончил свое бесплатное существование, потом он стал немножко платный. И, собственно говоря, Duenda – это компания, которая основатель, создатель этого фреймворка создал, и, собственно, предоставляет демо Duenda Software.com сервис, который предоставляет, ну вот, например, разные параметры, которые в том числе я использовал на демонстрационном видео, клиент-айди, гранд-тайп и так далее, и так далее, и так далее. В общем, используя этот бесплатный сервер, я как раз и захожу в этот фреймворк, в свой shell, где написано, что нужно использовать Bob или Alice, логин и пароль, соответственно, логин Bob и пароль Bob, и логин Alice и пароль Alice, чтобы воспользоваться этим вот бесплатным сервисом. Огромное спасибо этому, Duenda Identity Server, спасибо. Ну, у меня появилась немножко другая мысль. Так или иначе, вы наверняка знаете, видели видео, во всяком случае, на моем канале, в том числе на YouTube и на Boosty. Я создатель Macro Service Template, где есть два, собственно говоря, шаблона, которые позволяют, один, собственно говоря, встроенный OpenID Dict, так называемый, давайте я скажу, что это такое, давайте вот так. Есть другой фреймворк, который реализует вот этот вот спецификацию ООС-2.0, то есть, как вы уже поняли, Identity Server реализует эту спецификацию ООС-2.0.67.49, и потом он стал платный, поэтому люди от него немножко... Можно его использовать, но только для частных, собственно говоря, для девелоперских разработок. На продакшене, так называемом, на боевых серверах, этого я запрещу, но потребуется лицензия. Так вот, есть бесплатный, как вы видите, фри и опен-сорс, так называемый, OpenID Dict, который делает то же самое, что и Identity Server, но, на мой взгляд, более такой... Ну, если в Identity Server больше было всяких разных, так называемых, из-коробки, да, механизмов реализации, то в OpenID Dict нужно кое-что все-таки реализовать, но зато это можно реализовать уже именно так, как нужно вам. И немножко по... Игравшись с этим самым фреймворком, я создал, как он называется там, микросервис-темплейт, то есть в котором шаблон микросервисов, в котором есть два шаблона, один для с Identity Server, ну, в смысле, который с OpenID Dict, один сервисом авторизация, другой без него. И создав один сервис авторизация, потом вокруг него, навтыкав любое количество микросервисов, можно вот этим микросервисом закрыть этим, защитить вот этим вот одним микросервисом, который включает в себя OpenID Dict. Так вот, появилась у меня вот такая мысль, как я уже говорил, этот вот микросервис-темплейт, он у меня есть, он работает, я вот сейчас достаточно часто запускаю, применяю, и у меня появилась идея, почему бы мне вот этот вот микросервис-темплейт, в который строена авторизация, вдруг не подключить вот к этому самому Commandex. То есть, сделать таким образом, чтобы Commandex, Shell, авторизовывалась вот в этом вот темплейте, то есть получала логин, пароль, и если уж прям подальше прям идти, то суть вот в чем. Я хочу, наверное, сделать дополнительный репозиторий, который будет реализовывать примерно вот такую штуку, то есть так называемый Commandex Web, который будет построен по шаблону с использованием identity сервера, ну, вернее, сервер авторизации на базе OpenID Dict, то есть будет выдавать токены, авторизовать. Ну и более того, я хочу сделать такой сервис, в котором можно будет скачать этот вот Commandex, установить его, причем мне, наверное, потребуется какой-нибудь типа реализации ClickOnce, ну, или Inosetap, ну, то есть мне нужен какой-то установщик использовать, чтобы вот в эту вот синенькую папочку, синенькую кнопку закинуть его, и что-то нужно было установить. Более того, есть идея создать какой-нибудь Upload Command, да, чтобы можно было пользователю, ну, допустим, это какая-то частная разработка, и компания использует команды для внутренних нужд, не знаю, давайте выдумывать. И пользователи, разработчики с разных отделов, наделали разных команд, и они могут их загрузить, вот нажимая эту кнопку. Ну, безусловно, это просто такая заглушка, по большому счету, и, наверное, не будет у меня времени на это все на реализовать, но, тем не менее, как вариант, да. Ну, и Command List, это такая штука, где можно будет прочитать про описание всех команд, для чего они нужны, загрузить нужную, наверное, установителю в этот самый CommandX, ну, то есть таким образом, можно вот этот шел от CommandX научить, где, искать обновления на тот же самый команд, ну, на себя, да, то есть, чтобы программа могла найти обновления, загрузить их, найти команды, может быть, их выдать как-то по авторизации, да, то есть, если пользователь авторизован, или там имеет какие-то роли, ему выдались одни команды, то сейчас CommandX загружается вместе с командами, и все команды доступны. Вот какая мне мысль это посетила. В этой связи, друзья, я хочу у вас вот что спросить. То есть, если вот этот вот, Install CommandX, ну, и делать, то насколько это актуально, вообще востребовано ли это, делаете ли вы какую-нибудь доставку, ну, ваших WinForm, или DPF приложений до пользователя, если делаете, то каким? Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы это делаете. Очень интересно. Ну, и второй вариант. Если подобие вот этого вот, upload команд и существует, то есть, вы каким-то образом... Давайте так, если эта функция востребована, тоже напишите, пожалуйста, в этом комментарии. Ну, и если опять же говорить про этот команд-лист, то есть список всех команд, насколько бы, допустим, было бы удобно или востребована эта функциональность для вас, или там для вашей компании. Вот какой у меня интересный вопрос возник. Я в любом случае попробую подключить команд-лист к OpenIDDict серверу. Если вам интересно, подписывайтесь на канал. Я думаю, что будет вам что посмотреть, тем более, что это, наверное... Ну, я не знаю. Конечно, это будет с исходниками, конечно, это будет в GitHub. Вы в любом случае это можете скачать и увидеть, но посмотреть, мне кажется, будет на самом деле нагляднее. В этом вопросе я бы, либо все рассказал. Да, наверное, все. Вам всего доброго и пишите правильный код.